Всем привет друзья, с вами Коржик, это игра русская рыбалка 4, сегодня нахожусь на озере Янтарное, наконец-то у нас вода стала нормальной, то 2 недели была она пониженная и очень мало выходило постов с Янтарки, то есть именно посты на фарм и на турики с суммарным весом. Сегодня мы на стриме сходили, попробовали понять вообще какой вкус работает лучше всего и какие точки работают лучше всего сейчас на Янтарке на фарм, именно под суммарку. Большое спасибо ребятам со стрима, которые ходили вместе со мной в туриках и проверяли, сидели, высиживали, что-то искали и теперь я хочу с вами поделиться результатами. Значит возможно многие уже об этом знают, но я хочу поделиться теми, ну с теми, кто не знает, что сейчас на Янтарке происходит. Значит что мы поняли, то что работает на Янтарке сейчас, вот такой вот монтаж, это черная смородина фиолетовая с дипом черная смородина без каких-либо бойлов, то есть здесь бойлы никакие не добавляются. Вот такой вот был у меня крючок, значит как у нас все это происходило. Сначала мы пошли с ребятами на стриме на камни, вот сюда, здесь мы поняли, что смородина работает лучше всего, там тутти-фрути как бы тоже нормально дает, но очень много мелких хвостов. Вот, смородина показала себя лучше. Здесь у нас получился лучший результат, это 220 килограмм, 220, это на чистую пятерочку друзья. Это очень большой результат за полчаса, повторяю, за полчаса вернее я подчеркиваю. Следующее, что мы делали, это мы уже распределились по Янтарке, на черную смородину мы ловили на разных точках. Лучше всего себя показал, это дуб, мостик на дубе вернее, Г-образный. Значит получается здесь было 227 килограмм на мостике на дубе, потом 220 это был у нас камни, и на третьем месте по суммарке у нас вышла точка 120-155, который находится вот здесь вот где-то на карте, здесь тоже такой типа мостик, только уже по-моему Т-образный, но не в этом дело. Это все друзья было по полчаса, то есть за час примерно можно выносить по 450 килограмм, а это друзья на чистую пятерочку. Не с плюсиком конечно, но на отличный результат. Потом идет как бы пристань, как будто бы вроде она тоже работает, но я бы не советовал бы наращаться туда идти, просто попробовать возможно можно. И на пляже тоже, на 35-е клипсе тоже что-то клюет, но лучшие точки это три точки, камни, дуб и друзья 120-я точка. 132-147 не работает в принципе, везде друзья 15-е клипса, на всех точках где вы ловите на суммарку под фарм 15-е клипса показывает себя лучше всего. И какой же у меня был прикорм, конечно же я мог его забыть, вот такой был у меня прикорм. Две смородины, молотый горох основа, кукуруза добавка и черная смородина дробленый бойл, можно даже бойл не дробить, а просто добавить кукурузу шестую, это добавка и аромка черная смородина. Друзья, желательно добавляйте основу молотый горох и добавляйте кукурузу тоже, вот, вот такой вот прикорм у меня был. Вот, повторю последний раз, лучше всего показывать себя дуб 15-я клипса, потом камни и 120-я точка, все координаты я сейчас вам оставлю в закрепленном комментарии. Вот, поэтому друзья, пробуйте, ходите, фармите и еще смотрите, за полчаса у меня вышло, чтобы вы понимали, сейчас янтарка не особо популярна, людей мало, за полчаса у меня вышло 340 монет, 340, 40 хвостов у меня вышло, это я стоял на дубе. Вот, все друзья, спасибо, если что, задавайте вопросы и делитесь своими результатами, что же у вас получилось. Все, всем пока, спасибо еще раз ребятам со стрима, которые помогали найти наживку и точку, пока.